так друзья я не мог пройти эта третья серия а что нам про яблоки про яблони я не мог пройти мимо белого налива еще один исчезающий вид я перейду к сериях не путал в настроении чтобы сказать в нашем огромном регионе называется минусинская котловина сюда относится минусинск абакан саногорск было неведомой болезнью уничтожены сотни тысяч а может миллионы яблок включая и белые наливы остаются вот такие островки потому что это белый налив вы сейчас перестанете сомневаться я угощал ученых приезжали ко мне из киргизии из абакана угощал вот после них осталось одно яблочко но спасибо одно осталось сомневаюсь что это белый налив одно из самых вкусных летних рано поспевать вот про него говорить не говорить и когда сюда приехал это было главным сортом папировка белый налив вот это были ну плюс полу культурки это были главные сорта во всей округе и никто их особо даже не все гонялись за новинками за той же мелбой за жигулевским вот за пипином а это постепенно уходили в тень сейчас все наоборот вот сейчас такое время настало что если вот это вот белый налив он 2 последний у меня 2 последний то здесь должно быть табличка повешена выкуплено государством вот хозяев запрещено к ним не только что-то с ней делать отрезать ветки собирать плоды они подходить и особый рестор да такое время настало запоминайте пока ветки не отрезаны хотя бы после этой страшной мои наблюдения после этой страшной невиданной эпидемии видимо завезли с южными яблоньками я яблоньками с этой эпидемии вот сейчас остаются остатки их надо беречь и нужно устраивать экспедиции как когда-то на теньшане экспедиции так теперь уже вот сюда если стоит отрезать эти побеги 10-15 лет не отрезая проживет хотя бы этого и наблюдения а я пересели показывал стоило отрезать веточку сейчас скелетная ветка уже мертва вот и так сожалению меня больше на телевидении не пускают говорят извините в нас нет спонсоров извините если бы мы рекламодатель бы обложил бы деньги вы бы ваш сюжет бы с удовольствием сняли запустили и теперь гигантское количество садоводов которые меня останавливают на улице константинович умирает 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 за эти годы 10 лет сотни людей меня остановил вот ученые а это грибы патогены хрен вам патогены это бактериальная болезнь и не спасение от этой болезни хотя бы приостановить ее эпидемию только если к таким деревьям не подходить секатор ну ладно я вынужден резать ради прокорма себя детей внуков но дело в том еще что вот что самое страшное режут без всякой на то причины потому что мозги полностью испорчены потому что дерево якобы нужно чтобы был штамп это одна из причин видите штамба нет нету штамба нету и вот это яблочко висела вот тут вот вот тут висела вот видно меня нет видно его вот тут висела вот а метровый штамб 70 90 сантиметров одна из величайших ошибок но пропад преподают то в академиях ах темиразисы что вы творите и вот этой маленький шанс приостановить чтобы вот такие остатки этот же белый налив он становится редкость он становится шедевром роскошки да давайте еще раз посмотрим это яблочко она упала с низкой с низкой ветки вот видите вот шеф не шедевр ладно еще небольшой обход настроение плохое никто меня не слышит вот здесь написано это сергей привал розмарин вот он видели видели у меня всего три таких дерева это третий и последний сергеем привита ну подходили канадскую мелбу видели вот это все я пущу на семена тут получится ведра 2 когда все упадет это будет пущено семена квинти буду знакомить если есть хоть одна хоть один плод здесь были плоды полтора раза крупнее чем умел бы внешне не похожи но к сожалению до последнего плода они отличаются от нее все равно вот но они на самом деле в среднем крупнее два раза три с украины привезли с украины привез это уже мое родное вот еще не долго говорить моростойкость достаточно для йога сибири естественно если прививки на а у нее все привито на подвое корневой отводки сибира так может пока хватит про это вот смотрите видите вот это вот подрастают молодые сеянцы груш еще не привитые вот они среди них затесался привитый саженец вот он интересно что на бирке написано и что он делает среди груш так я гляну а то в рот либо пустой и кто будет цвета вдруг на высоте утренние кто утренние сверх фезловка или антарная ну посмотрим то теперь я так понимаю объясняю друзья что такое маточный сад это тоже есть повод хороший пусть это будет следующая серия и так интригую сейчас мы чуть-чуть меняем тему а потом доберемся до груш